Константин Хабенский, один из самых известных российских актёров, был экстренно госпитализирован в Москве. По данным источников, состояние артиста оценивается как средней тяжести, что вызвало волну обеспокоенности среди его поклонников и коллег. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание! Ему был поставлен диагноз гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца, что, по мнению медиков, стало результатом ревматического поражения. Этот недуг оказывает значительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также может затрагивать суставы, что особенно опасно для человека с интенсивным рабочим графиком и публичной жизнью, как у Хабенского. Врачи проводят ряд исследований, чтобы исключить дополнительные осложнения, такие как остеопороз, что является стандартной процедурой при таких заболеваниях. Это важно, так как остеопороз может значительно ухудшить состояние пациента, если он не будет вовремя выявлен и лечен. Само по себе наличие ревматического поражения вкупе с гипертонией может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, требующим не только медикаментозного лечения, но и коррекции образа жизни. В данном случае важна не только медицинская помощь, но и длительная реабилитация, которая может включать в себя изменения рациона питания, регулярную физическую активность и снижение стрессов. Официальные комментарии со стороны МХТ имени Чехова. Где Хабенский занимает пост художественного руководителя, отсутствует. Представители театра отказались комментировать ситуацию, что еще больше разжигает интерес общественности. Журналисты также не смогли связаться с самим Хабенским, так как его телефон был отключен. Это может быть связано как с состоянием здоровья, так и с возможным решением его семьи или менеджеров временно ограничить доступ к информации для общественности. Такие действия часто предпринимаются, чтобы защитить пациента от излишнего давления со стороны СМИ и дать ему время на восстановление. Константин Хабенский – это не просто актер, но и человек, известный своей активной гражданской позицией и благотворительной деятельностью. Он основал благотворительный фонд, который оказывает помощь детям, страдающим онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Это еще один аспект его жизни, который делает эту новость особенно волнующей для его многочисленных поклонников. Его фигура всегда ассоциировалась с силой духа и преданностью своему делу, будь то кино, театр или помощь людям. Именно поэтому любые проблемы со здоровьем у Хабенского вызывают глубокие переживания у тех, кто следит за его карьерой и деятельностью. На фоне новостей о госпитализации Хабенского также появилась информация о другой экстренной госпитализации – актера Станислава Любшина, которому на днях исполнилось 91 год. Как сообщается, у Любшина был диагностирован гипертонический криз – состояние, которое требует немедленного вмешательства врачей, так как может привести к инсульту или другим опасным для жизни осложнениям. Несмотря на то, что состояние Любшина оценивается как средней тяжести, его возраст делает ситуацию более сложной. При таком возрасте любые проблемы с сердечно-сосудистой системой могут иметь серьезные последствия. Станислав Любшин – это одна из легенд российского кино, известной своей работой в таких культовых фильмах, как «Кинзадза», где он сыграл дядю Вову, а также «Щит и меч» и «Мне 20 лет». Его образы вошли в Золотой фонд советского и российского кинематографа, и новость о его госпитализации, безусловно, вызвала волнение среди его поклонников и коллег. На данный момент, по словам врачей, его состояние контролируется, но прогнозы пока остаются осторожными. При гипертоническом кризе важно вовремя стабилизировать давление и предотвратить возможные осложнения, такие как инфаркт или инсульт. Ситуация с госпитализацией двух таких значимых фигур российского кино и театра напоминает нам о том, как важна забота о здоровье даже для тех, кто всегда кажется сильным и неутомимым. Как Хабенский, так и Любшин известны своей работоспособностью и любовью к своему делу, но нагрузки и стрессы, сопутствующие их профессиям, не могут не сказываться на здоровье. Особенно это касается людей старшего поколения, которые, несмотря на возраст, продолжают работать и вдохновлять своей энергией и профессионализмом. Проблемы со здоровьем у знаменитостей, таких как Константин Хабенский и Станислав Любшин, всегда привлекают внимание общественности, и это неудивительно. Люди, которые десятилетиями радовали своих зрителей ролями в кино и театре, становятся близкими и дорогими для многих. И когда появляются новости о том, что кто-то из них попал в больницу, это вызывает не только интерес, но и искреннее беспокойство за их состояние. Возвращаясь к ситуации с Хабенским, стоит отметить, что его заболевание может потребовать долгосрочного лечения и восстановления. Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля и лечения. Пациентам с таким диагнозом необходимо регулярно посещать врача, следить за уровнем артериального давления и принимать назначенные препараты. В некоторых случаях требуется изменение образа жизни, включая отказ от вредных привычек, изменение питания и увеличение физической активности. Для Хабенского это может стать серьезным вызовом, учитывая его загруженный график и множество проектов, в которых он участвует. Помимо лечения, важную роль играет реабилитация после подобных состояний. Она может включать в себя как медикаментозную терапию, так и физиотерапию, диетическое питание и психологическую поддержку. Для человека, который привык всегда быть в центре внимания и работать на пределе своих возможностей, это может стать непростым периодом. Но, учитывая силу духа Хабенского и его стремление к достижению поставленных целей, можно предположить, что он справится с этим вызовом. Ситуация с госпитализацией Константина Хабенского и Станислава Любшина также поднимает вопрос о важности заботы о здоровье в артистической среде. Рабочие графики актеров, особенно тех, кто активно участвует в театральных постановках и съемках, часто не оставляют времени на полноценный отдых и восстановление. Стрессы, постоянные переезды, ночные съемки – все это может оказывать негативное влияние на здоровье. И даже такие сильные и энергичные люди, как Хабенский, не застрахованы от последствий. Сейчас важно, чтобы Константин Хабенский получил необходимую медицинскую помощь и поддержку, как со стороны врачей, так и со стороны близких. Его поклонники и коллеги по театру и кино будут следить за новостями о его состоянии и надеяться на скорейшее выздоровление. Субтитры создавал DimaTorzok